Утро со звуком! Не проспи! Главное, это утро! Собака три года на одном месте стояла. О, я взял, сейчас его выгонят. Утро со звуком в эфире, друзья. Друзья, никто никого никуда не выгонит, потому что, по-моему, за два года, почти за три, за два с половиной года существования утреннего шоу Утро со звуком... Удостоились чести посидеть под собакой только несколько человек. Ну что, продолжаем. 10.19 в Москве. Полиночка, я соскучился по твоей модной редиске. Хорошо. Это хорошо. Я удивлен сейчас очень этому сообщению. Что такое модная редиска у Полиночки? Я готов познакомиться с модной редиской твоей. И почему соскучился Костик? Да, ну просто я очень давно не слышал новостей разных, где какие модности, кто из каких там дизайнеров что вытворил. Хорошо. Расскажи, Полиночка. Рассказывай. А, это про дизайнеров. О прошедших событиях хочу упомянуть. Совсем недавно прошли две конкурирующие недели моды, которые называются следующим образом. Первая с 21 по 25 марта в Конгресс-центре, Центр международной торговли, российская неделя моды прошла. Там хедлайнер Вячеслав Зайцев. Куда же без него? Да, поэтому не путайте, пожалуйста. Вот на одной неделе Слава Зайцев, хедлайнер, это значит российская неделя моды. Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Опять они? Да. А, это у них самые красивые тёлки? Ну, может быть, конечно. Я не сравнивала, потому что я не мужчина, поэтому вот я как-то больше на коллекции смотрю ближе. И второе событие – это «Вольво. Неделя моды в Москве». Она проходит в гостином дворе, и прошла она с 4 по 9 апреля. Как говорят сами авторы и пиарщики «Вольво. Неделя моды в Москве», основу участников составляют члены Российской ассоциации высокой моды и претапорте. Именно они формируют в настоящее время лицо русской моды. В общем, эти два события конкурируют между собой и тянут каждое из них одеяло на себя. Да, но слава богу, что уже... Слушай, мы так голыми останемся, если они будут тянуть... Ну нет, на самом деле, вместе с конкуренцией качество-то и рождается. Поэтому это здорово, что есть как бы две такие недели моды. Кстати, вот, если позволите рассказать, как я классно вступил. Был я на неделе моды «Вольво Fashion Week». Очень-очень талантливый дизайнер Игорь Гуляев пригласил меня к себе на показ. Это, наверное, наш самый титулованный сейчас дизайнер по меховым изделиям. Ты ходил по подиуму? Нет-нет-нет, я просто посмотрел его коллекцию. Выбирал шубку. Потому что, как бы, знаю историю этого человека и, действительно, своим талантом пробился на самые верха вот этой модной индустрии. Большой респект ему и уважуха, как говорится. Да. Ну, в общем, это большой бизнес, друзья. Огромный, огромный бизнес. Очень-очень опасный. Так что, если вы вступили на эту стезю, пожалуйста, не останавливайтесь. Теперь тренд сезона – это мятный цвет, друзья. Сейчас в моде постельные тона именно в этом сезоне. И поэтому присмотритесь к главному из них – это мятному цвету. В общем, этот сезон кардинально отличается от предыдущего. Что-то мы в озеро какие-то. Какие-то мы немодные, да. Ну, у нас сегодня мятный такой. Не мятный, а мятный. Ну, в общем, друзья, все коллекции, они сдержаны и романтичны в этом сезоне. Поэтому образ тургиневской барышни является таким вот самым главным в уме дизайнеров. Если вы хотите придерживаться их линии, их направлений мыслей, то, пожалуйста, используйте мятный оттенок в своих одеждах. Не, ну я со своей любовью к оранжевому, желтому и кислотно-зеленому я пошлю их вот да. Но кислотно-зеленый, кстати, можно притянуть за уши к мятному цвету. Вот не надо за уши. Ну да, это правда нечто среднее между голубым и зеленым, и, как говорят, что это цвет морской пены. Да, ну зелубой. Не воды, не волны. Голубеная еще. Да, да. Ну, в общем, цвет мятного молочного коктейля или баблгам. Это мохито по-русски. Да, мохито по-русски точно-точно. Водка с чавелем, да. С укропом. И еще одно направление, это, друзья, брюки, которые очень модны в этом сезоне, с тропическими принтами, геометричными узорами и, конечно же, в цветочек. Если представила, ты, знаешь, треугольные цветочки на брюках. Причем клеш, мне кажется. Да, потом девушке говоришь, да ты модна, она тебе такой, сам такой. Ну, в общем, выбирайте, что хотите, да, друзья. Пожалуй, останемся, рассмотрим. И еще одна рекомендация, друзья, как одеваться модно и недорого, что самое главное, модно и недорого. Хотите голыми девушками. Да, да, один из примеров. Вы можете поставить на аксессуары, то есть купить дорогие аксессуары, например, сумки, очки, пальто или обувь, и не тратиться на какие-нибудь дорогущие футболки, джинсы и тому подобное. Да, ну зачем это? Это можно купить, допустим, в дешевом каком-то масс-маркет-магазине, а вот аксессуары стоит обратить внимание на ведущие бренда. Значит, вторая рекомендация, как покупать недорогие вещи и выглядеть дорого. Делайте ставку на натуральные ткани. Из хлопка шерсти и шелка они всегда выглядят дороже и служат дольше. Также можно обратить внимание на то, что бижутерия лучше, чем подделка дорогих каких-то украшений и брендов. Ну и, конечно, следите за распродажами в разных магазинах и бутиках, так что всегда вы будете очень модными и интересными, если потратите деньги разумно. Дима, давай не будем лузерами, будем носить зеленое. Да. И мятное. Мятное, да. И мятное, мятное. Спасибо, Кипарина. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, я вот прям отлегло, знаешь. Все так трепетало, трепетало, и теперь отлегло. Да, все, теперь все хорошо. Друзья, чуть позже обязательно вернемся к вам, да еще и, я надеюсь, с очередным эксклюзивчиком от Дмитрия Першина. Ну, а как же. Или сначала послушаем «Ты и я». Да, наверное, так. Сначала послушаем «Ты и я», с которой вот как раз я выступал на дне юмора, на нашем дне, как бы, День дураков. Вот, а потом тогда уже и эксклюзивчик. Вот, друзья, так что ждите. Распланировался уже. Да, впереди вас всех ждет разбудитель. Но сначала будет, ой, разбудитель. Что я уже прошу? Я заговорился. Вот же, Angry Birds у нас впереди. Остерегайтесь подделок. Настоящее утро. Утро со звуком. Только на Радио 13.